Привет, друзья! Меня зовут Евгений. Довольно долгое время у меня на канале не выходило никаких видео, на то были весомые причины, но теперь я возвращаюсь, и сегодня у меня для вас новый смартфон. Ну, во всяком случае, для меня он новый, и это Redmi 7. Не так давно я распаковал Redmi Note 7 у себя на канале. Это было месяц назад, и я вам обещал обзор, и он скоро будет, потому что месяц-то уже прошел. И теперь ко мне прискакал еще один Redmi, и это Redmi 7 глобальная версия. Я его купил у себя в стране, в местном магазине. Xiaomi, как всегда, взяли разгон на количество моделей смартфонов, и в этом году тоже. Прям денег наберешься на них, но сегодня не об этом. Давайте посмотрим, что в коробке глобал-версии. Это черная версия, которая называется Eclipse Black. Напомню, что в Redmi Note 7 черный назывался Space Black. Играют одним цветом, как хотят. Это версия на 3.32. В коробке инструкции, скрепочка, чехол, смартфон, зарядка европейская и микро-USB кабель. Зарядка, как обычно, на 10 Вт. Ну что ж, давайте поговорим про деньги. Redmi 7 на момент записи видео можно приобрести от 111 долларов за версию 2.16. Но 3.32 стоит буквально на 10 долларов дороже, поэтому советую брать сразу 3.32, если уж собрались брать смартфон. У меня версия 3.32, но, кстати, есть еще и 3.64, и за нее нужно будет отдать 140 долларов. Но цены наверняка еще будут падать, поэтому просто советую перейти по ссылкам и проверить, какая цена на данный момент. Ссылки я оставлю в описании под видео. Ну, если хотите сэкономить еще немножечко, то воспользуйтесь кэшбэком Letyshop. Что касается самого смартфона, это пластик, и пластик глянцевый, блестящий. Наверное, чтобы привлечь наш с вами внимание, но, как мне кажется, это не очень практично. Такой пластик будет царапаться, но будем, так сказать, посмотреть, когда я немного этим смартфоном попользуюсь. На тыльной стороне не сильно выпирающие камеры, поэтому чехол из коробки их защищает. Чуть ниже вспышка и сканер отпечатка пальцев. В право кнопки, слева лоток под сим-карты. Кстати, не совмещенный, а полноценный. Это значит, что сюда можно вставить две симки плюс microSD карточку, и это круто. В Note 7 такого нет. Сверху 3.5 мм джек и капорт, и микрофон. Ну, а снизу microUSB, динамик и еще один микрофон. В принципе, расположение идентично Redmi Note 7, только снизу microUSB, а не Type-C. Давайте кратко глянем на спецификации. Новый процессор Snapdragon 632. Говорят, что он еще более энергосберегающий, чем его брат Snap 625. Позже его увидим. Видеоускоритель Adreno 506. Экран HD+, 6,3 дюйма. Аккум 4000 мАч. Телефон обещает быть долгоиграющим с такими параметрами. Основные камеры 12 плюс 2 мегапикселя, фронталка на 8 мегапикселей. Да, друзья, смартфон не маленький. Я вот вспоминаю свой Redmi 4 Prime. Он был реально небольшой и компактный. А этот смартфон уже из разряда Note. Потому что экран большой, 6,3 дюйма, как я и говорил. Но разрешение не такое высокое, как на Note 7. Поэтому текст не такой четкий. Но, в принципе, терпимо. И именно из-за своего разрешения и большого аккумулятора этот смартфон должен быть автономнее Redmi Note 7. Подумываю сделать сравнение лоб в лоб этих смартфонов. Если мне хватит времени на это, то обязательно сделаю. Кстати, было бы ли вам интересно увидеть такое сравнение? Поучаствуйте в вопросе и подскажите мне, стоит ли мне снимать такое видео. Так как это версия Global, то здесь стоит международная прошивка со всеми языками и обновлениями по воздуху. Вам не нужно будет ничего шить, перепрошивать, разблокировать загрузчики. Забудьте об этом. Просто покупайте смартфон и пользуйтесь. Всегда советую брать Global версии, а не Global ROM и прочие китайские версии. Хоть они чуть-чуть дешевле стоят. Под видео оставлю ссылки только на Global. Сканер отпечатка работает четко. По камерам вот вам несколько снимков. Пока что без моих комментариев. Какие мысли у меня по этому смартфону? Это однозначно неплохой аппарат. И он будет дешеветь. Хоть он и сейчас уже стоит 111 баксов. Немного жаль, что он такой здоровенный. Просто вспоминая свой Redmi 4 Prime. И который был реально удобным, компактным смартфоном. Но почему-то Redmi серия уходит в компактности. Что ж поделаешь, видимо большинству людей нужны смартфоны побольше. Хотя я с этим не уверен. Надеюсь мой такой первый краткий взгляд на смартфон вам понравился. Ребят, будут еще видео с этим Redmi. И с вами был Женя. Как всегда, всем удачи, всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова